Всем привет! Антифриз, он же охлаждающая жидкость, играет ключевую роль в правильной работе автомобиля. Его главная задача, как можно понять из названия, охлаждать двигатель. Если антифриза залита в бачок недостаточно, велик риск, что автомобиль перегреется. Это чревато сразу многими проблемами для двигателя, поэтому допускать подобные проблемы нельзя. Водитель обязан следить за уровнем антифриза в своей машине, поскольку бачок, в который заливается охлаждающая жидкость, расположен под капотом. Его с легкостью может найти каждый водитель, поскольку подобный бачок чаще всего весьма вместительный. Соответственно, контролировать уровень антифриза необходимо по данному бачку, но важно делать это правильно. Проверить уровень охлаждающей жидкости крайне просто. Достаточно посмотреть на расширительный бачок и проанализировать, сколько жидкости в нем находится. Но здесь нужно знать некоторые правила. Проверять уровень охлаждающей жидкости следует только на холодном моторе, поскольку только когда двигатель в состоянии покоя, тогда весь антифриз находится в бачке. На бачках практически всех современных автомобилей имеются специальные отметки, по которым и следует контролировать количество охлаждающей жидкости. Чаще всего этих отметок две – максимум и минимум. Если на расширительном бачке вашего автомобиля отсутствует отметки минимум или максимум, нужно следовать принципу, что охлаждающая жидкость должна быть залитая на половину бака. Но лучше всего сделать свою отметку, по которой мы и будем смотреть на уровень охлаждающей жидкости в бачке. Друзья, если вы посчитали этот видос полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать интересные видеоролики. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok